Капитальный ремонт, на который потратили 3 миллиона рублей, так и не решил вопрос низкой температуры в квартире жительницы города Вилюйска. Дом был построен в 2014 году для детей-сирот и уже этой весной попал в программу капитального ремонта. Евгений Тайтонов продолжит. В доме как? Тепло, нет? Холодно. Холодно? Так же холодно или чуть теплее? Нет, так же. Так же? Изменений нет. Тревогу в связи с низкой температурой в квартирах жильцы забили в марте месяце. Через полгода в доме сделали капитальный ремонт. Но с наступлением холодов проблема вновь появилась. Сокольная часть была дополнительно утеплена, в том числе и фасадная часть запенена была. И именно температурный режим нестабильно остается только в одной квартире. Если раньше весь дом страдал, то сейчас страдает только одна квартира. Заместитель руководителя администрации главы республики и правительства Михаил Слепсов вот уже третий раз проводит видеоприем с представителями муниципалитета Вилюйска по вопросу проведения капитального ремонта в доме, построенном для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Вид работ, набор работ, дефектовку и другие вещи определяли вы сами, правильно? Определяли техническое задание, проводили конкурс, заключали контракт, контролировали. В итоге три с копейками миллиона муниципальных, государственных, общественных денег потрачено, а результат нулевой. В квартире заявителя Савинова как было холодно, так и холодно. Я к чему подвожу, да, что у меня возникает сомнение по поводу профессионализма коллег. В ходе виде совещания муниципалитету дано поручение в срочном порядке определить причины низкой температуры в одной из квартир и принять решение о приведении дальнейших работ по утеплению. А в целом в оригинальную программу капитального ремонта на сегодняшний день по республике включены более 5000 многоквартирных домов. Программа работы с 2013 года, она рассчитана на 30 лет до 1943 года. Исходя из суммы, ну процента износа жилых домов, оно так и было сформировано до 30-го года. Но также ежегодно формируется краткосрочная программа на трехлетку на сумму, которая предусмотрена бюджетом. Сейчас Министерство ЖКХ и энергетики начинает усиление технического надзора и контроля за качеством проведенных работ. Также будут привлекаться и общественность для контроля. Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.